Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, подписчики и неравнодушные зрители моего канала. С вами я, Принц Сурель. Дорогие друзья, вот еще один вопиющий случай, который, в общем-то, ну, я не знаю, поражает своим цинизмом. Ну, я не знаю, как это назвать, но все мы знаем, что государство у нас как бы и так заботится о пенсионерах, ну, скажем так, ну, я не знаю, как это можно назвать, но, наверное, как говорится, все чисто для галочки у нас делается, для таких вот незащищенных людей, но вот в Уфе, например, показательный случай, когда, знаете, ну, государство еще ладно, да, там, потому что там хотя бы бесплатно оказывается помощь, и вроде как бесплатная, ну, с точки зрения некоторых людей, бесплатная услуга – это оправдание низкого качества. На самом деле это тоже очень плохо, такого быть не должно, потому что все-таки люди платят налоги, там, работают. У нас богатая страна, у нас, ну, скажем так, нефть, золото, газ, и люди вообще, в принципе, не должны так жить, люди должны жить как минимум в райских условиях, получать должны огромные пенсии, 50 лет или 100 даже, вообще не работая, вот, при том, что у нас огромное количество ресурсов. Ну, то, что я сейчас вот услышал, увидел, ну, как бы сказать, по крайней мере, узнал, это, честно говоря, вообще просто показывает, что у нас мало того, что деньги с человека дерут просто неимоверно, так еще и не выполняют свои обязательства перед людьми. Ну, вот, например, частный центр долголетия, куда обратились пожилые люди, которые, кстати, вынуждены были туда обратиться, поскольку у них, у кого-то нету родственников, кто-то на старости лет оказался одинокий, а кто-то был брошен своими родными детьми. И вот, смотрите, какая ситуация. Значит, мало того, что с них собирают деньги, вот, с этих больных, ну, больных, немощных и пожилых людей уже, которым за 80, наверное, за 90, так еще и нету никаких вообще условий в этом, как бы, здании. Я не могу назвать это вообще никаким дом престарелым, потому что то, что я увидел, но это, честно говоря, это, вы знаете, мне кажется, даже в годы войны просто условия были лучше, чем в мирное время мы живем. Посмотрите, вот, на превью, это как живет вот эта старушка в таких условиях и платит, дорогие друзья, в месяц, вот в этот, скажем так, как сказать, я не знаю, вот этот притон, по-другому я его никак не могу назвать, я не могу назвать его дом престарелых. Представляете, бабушка отдает всю свою пенсию туда, это примерно 13-15 тысяч. Он уходит, неизвестно, оседает в карманах каких-то вот этих владельцев, вот этой фирмы, и никаких условий не создается для этой бабушки, просто деньги ее тупо воруются, то есть просто грабит народ. То есть, понимаете, мало того, что государство у нас так не заботится о таких людях, так еще и вот эти бессовестные люди, которые, ну, как бы, я не могу даже назвать это благотворительностью, потому что если человек платит деньги за услугу, о том, чтобы за ним ухаживали, это не благотворительность, это, по сути, бизнес самый настоящий, так это еще и бизнес построен на несчастье. Дорогие друзья, о чем мы с вами говорим? О том, что, ну, просто дно пробито окончательно в нашей стране, и это вообще просто жесть, это, я не знаю, как это комментировать, но я думаю, что, ну, такое вообще никак нельзя допускать, чтобы такое было. Это вообще просто жесть, вот я так могу назвать. Посмотрите, дорогие друзья, ну, полюбуйтесь на этот вот, на превью мое, да, посмотрите, как живет эта бедная бабушка. Это просто жесть, я не знаю. Это лицо нашего государства, понимаете? Если человек вот в таком возрасте живет в таких жутких условиях, если плохо живут инвалиды, если плохо живут дети, дорогие друзья, это о чем говорит? Это говорит о том, что наша страна, ну, как бы, ее руководство несостоятельно. Потому что, судя по тому, как у нас относятся к старикам, инвалидам и детям, можно судить, а вообще, в принципе, ну, как уровня жизни в целом и отношений к людям, и культуры в целом. Потому что, ну, люди вообще скотинились просто. Ну, пишите свое мнение, дорогие друзья, просто, просто, вы знаете, замешательство. С вами был я, Принцерель, увидимся в следующем видеоролике. До скорой встречи. Просто, знаете, вот, честно говоря, мне вот жутко очень, очень жутко.